Приветствую вас! Ну и первое, наверное, о чем мне хочется вам сказать, это о том, значит, что происходит у вас. Что происходит, значит, между вами и почему, значит, вот такая вот ситуация, да, почему мужчина вот так себя с вами ведет. Давайте попробуем по порядку. Значит, первое, что я хочу сказать, это то, что мужчина, он по своей природе, достаточно независим, достаточно своенравен, достаточно самостоятельен. И что важно в этой ситуации, это то, что он не готов пожертвовать своей свободой для вас, своей свободой ради вас он не готов пожертвовать. Это вот нужно очень хорошо понимать, что мужчина, с одной стороны, действительно вас любит, но, с другой стороны, он не готов поступиться своими принципами ради вас. Он не готов ради вас, например, быть с вами, он не готов ради вас жениться на вас, ну и так далее. То есть ситуация именно такова. И дело здесь в том, что он может быть и хотел бы, но не может. То есть он хотел бы, он, я уверен, он хотел бы быть с вами, он хотел бы жить на вас, но вот не позволяет ему его, может быть, характер не позволяет, может быть, страхи какие-то ему не позволяют. То есть вариантов здесь на самом-то деле достаточно много. Вот. То есть обвинять мужчину именно в том, что он виноват, ну, пожалуй, не стоит. То есть человек все-таки самобытный и несмотря на то, что вы, даже несмотря на то, что вы здесь деретесь с ним, даже несмотря на то, что у вас с ним происходят драки, даже несмотря на это, все равно можно сказать, что мужчина вас по-своему любит. Вот. Это, я надеюсь, вы понимаете и, в принципе, без меня. Вот. Но другое дело, другое дело, что вас совершенно может не устраивать подобный расклад. И другое дело, что вам совершенно может не нравиться вся вот эта вот ситуация, при которой вы как будто зависимы от него. И в этом случае я бы вам очень настоятельно рекомендовал бы поработать над зависимостью. У вас есть зависимость, вы сами об этом сказали. И зависимость, это всегда определяется несколькими важными моментами. Если быть точным, то двумя моментами. Первый момент – это момент идеализации человека. То есть вы его идеализируете по какой-то причине. Вы его идеализируете, вы присваиваете ему по сути дела те черты, те качества, которых у него вполне вероятно нет. И тем самым вы наделяете его теми свойствами, которыми мужчина даже не обладает. Соответственно, нужно пройти процесс де-идеализации, перестать его идеализировать. То есть не дарая то, что вы понимаете какие-то вещи, связанные с тем, что он вам, например, ничего не обещает, ничего не дает. И что вы если ничего не получаете, все равно вас это не останавливает, все равно вы с ним, все равно вы хотите быть с ним, все равно вы, например, на что-то надеетесь, все равно вы на что-то рассчитываете. И это все-таки процесс идет именно процесс идеализации. И вот именно этот самый процесс идеализации вам нужно убрать, потому что он вам очень сильно мешает. Вы идеализируете человека и из-за этого не можете быть свободны. Это, значит, первое, что я вам хотел сказать по поводу зависимости. Далее, вторая черта, это установка, что только с ним вы будете счастливы и только он даст вам в итоге то, чего вы, например, для себя хотите. То есть только он сделает вас счастлива. Вот такая вот у вас идет установка. Такое мнение у вас, скажем так, имеется. Соответственно, данную установку также нужно разбивать, данную установку также нужно постараться убрать, потому что она вам мешает и понять, а что же такого есть в этом человеке, человеке, что же такого есть в этом мужчине, что сделает вас счастливым. Счастливой, то есть. И постараться это понять. Также желательно понять, что вам нужно быть счастливой самой по себе, независимо от мужчины. Это тоже очень важный момент. И, надеюсь, вы его для себя постарайтесь так же уяснить. Кроме того, зависимость всегда определяется рядом с потребностями, которые вы заключаете и которые вы пытаетесь удовлетворить, через этого мужчину, а заключаете вы в него эти потребности свои. Соответственно, эти потребности также нужно выявить и сделать так, чтобы вы постепенно учились самостоятельно эти потребности свои удовлетворять. Только научившись удовлетворять свои потребности самостоятельно, вы избавитесь от столь изматывающей вас зависимости от мужчины и сможете быть свободны. То есть только, иными словами, только научившись удовлетворять свои потребности своими собственными силами и не вкладывая, не заключая эти потребности в другого человека, вы сможете освободиться от своей зависимости. Но надо сказать, что в силу того, что вы называете себя красивой и гордой, и в силу того, что многих мужчин вы бросали, у вас, возможно, у вас есть достаточно четкое понимание и, возможно, неверное осознание того, что кроме него вы больше никого не встретите, и такого вот, кто так бы вот с вами себя вёл и так бы себя позиционировал, то есть мужчина, который, по сути дела, бросал бы вам вызов. И, соответственно, если это так, если вам действительно нужен вызов, то тогда, соответственно, давайте попробуем мы с вами определить, а зачем, зачем вам вызов, для чего вам эта борьба, для чего вам постоянные вот эти вот, чем вас привлекает мужчина, какие вы в него вкладываете качества, нужные вам, у мужчины. Может быть, имеет смысл проработать ваш идеал мужской, то есть идеал мужчины, который вам нужен. Если мы прорабатываем идеал мужского поведения и просто мужчины, то это всегда, или почти всегда, есть кородительские отношения. Своего вопроса вы не задаёте, вы только лично обозначаете проблему, поэтому я думаю, что проблему я раскрыл. Основные направления вам дал, в принципе, вы можете сами с этим справиться, в принципе, вы можете сами что-то начать делать, но без помощи психолога делать вам будет очень-очень сложно, поэтому решать вам. Но я рекомендую вот действовать всё же именно в таком ключе и в таком контексте. Поэтому всё, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!